Мисс Хор. Красавица, дай ватички на пицце. Мелавки. Ялта. Улица моего детства. Айпетери. Лето девяностого года. Паранцовский дворец. Зимний сад. Вспоминаются годы учебы в консерватории. В Московскую консерваторию я поступила в 1960 году после окончания училища. Кстати говоря, училище я закончила по двух факультетам, к этапианам и телекомпозиторскому, но в общем композиторское отделение в основном. Закончила скрипичные сонаты сольные. Были еще романцы, на стихи Пушкина, Тютчева. Вообще к локальной музыке я всегда относилась с огромным вниманием. И меня всегда тянуло писать локальную музыку. Поступила в консерваторию, в фортепианный факультет. Вот здесь в моей начались, может быть, радости, а может быть, и некоторые еды и печальные страницы моей биографии. Потому что, поступая в консерваторию, я как музыкант жаждала, мечтала заниматься у замечательного педагога, у замечательного пианиста, музыканта Генриха Густавича Мегаусс. Это была моя большая мечта. И когда я поступила, причем поступила я одной из первых по результатам отметок, то, естественно, я подала заявление в класс Генриха Густавича Мегаусс. Тем более, что заканчивая училище, профессор мой, Абриан Грубах, показывал меня Генриху Густавичу. Я приходила в его класс. И в течение последнего года обучения в училище я регулярно слушала уроки в классе Мегаусс. Я привыкла, уже приучала себя к той мысли, что я буду заниматься когда-нибудь у Генриха Густавича. В то время юный Костельский занимался у Генриха Густавича. Я очень часто слушала эти уроки. Я была увлечена этими уроками. Мне казалось, что лучшего даже трудно себе представить. И я пыталась все-таки попасть в него в класс. Но, как бывает, такие неприятные, неожиданности подстерегают музыканта. И мне декан факультета, это пиано, тогда была Нина Петровна Мельянова, сказала, что нет, Танечка, вы человек способный, одаренный, с вами нужно заниматься. А Генриху Густавич уже весьма преклонного возраста. И он не будет вам уделять должного внимания. А вам надо расти как музыканту. С чем, конечно, я не была согласна совершенно. И даже попросила Генриху Густавичу, пришла к нему в класс, сказала, что я к нему подала заявление. Но меня, к сожалению, к нему не пускают, а предлагают в класс, и я поджирающее завтра. Я не хотела идти к нему в класс. И вот это была, видимо, моей, может быть, ошибкой, потому что дальше сказалось на моем пути. Это очень отрицательно. Я две недели не ходила в консерваторию, объявила протест, и сказала, что я под утопом заниматься и буду в классе Генриху Густавичу Гаузер. Но спустя две недели, когда я куда-нибудь появлялась, меня вызвали в консерваторию и сказали, мы будем вынуждены аннулировать, так сказать, результат экзаменов, исключить вас из консерватории за то, что вы не посещаете специальности. И мне пришлось, конечно, с таким трудом, и так я поступила в консерваторию, что мне не хотелось, естественно, не хотелось терять эту возможность учить. Мне пришлось согласиться на то, чтобы все пять лет я обучалась в классе Генриха Густавича Зака. Зак был, конечно, музыкант опытный, музыкант весьма одаренный и элитированный. Но у него были свои, как у каждого музыканта, бывают свои пристрастия. Тем более, что он слышал, что я не хотела у него заниматься. Видимо, это сказалось сразу на отношениях. Хотя внешне он был у себя культурный, и он никогда не показывал своего какого-то резко отрицательного отношения ко мне. Но, однако, это дальше проявлялось в делах. Я, естественно, стала заниматься, регулярно ходить к нему на занятия. Он с какой-то прохладцей после первого курса стал со мной заниматься. То есть, если была возможность не заниматься, он это и делал. И все чаще отдавал меня мои занятия на откуп ассистентам своих. В то время у него были ассистенты Генрита Мирвис, Михаил Межгунов. И вот эти два музыканта в основном со мной и занимались. Кроме того, многие музыканты, мои коллеги, сопурсники, готовились к международным конкурсам. А мы знаем, что путь музыканта на концертную эстраду в основном лежит через победу в каком-либо международном конкурсе. И меня, как и моих родителей, стало уже беспокоить, что уже шел третий курс, так сказать, я переходила на третий курс. Училась очень успешно, а Яков Зрачев мне не предлагал ни одного участия в международном конкурсе. И состоялся весьма небесоприятный разговор моего отца с Яков Зрачевым, которым он сказал, нет, я ничего против не имею того, чтобы тайно участвовать в международном конкурсе, но готовить я ее не буду, потому что мне некогда. Ну, правильно он занимался в основном с Николаем Петровым. Там, я знаю, складываются очень хорошие отношения. И на остальных учеников как-то ему не хватало особенно времени. Ну, может быть, винить его не стоит в этом, хотя все это было завалировано очень хорошим отношением ко мне внешним. И он, вроде бы, как говорится, не посылал на конкурс, не способствовал тому, что я участвовал в конкурсе и не отрицал, потому что я имею на это право и имею возможности. Ну, так, в общем, в результате все-таки решили, что я должна была, если я хочу, как он выразился, я могу поучаствовать в конкурсе имени Роберта Шумана, музыку которого я, к сожалению, до той поры очень мало, музыки, которой мало касалась я, только лишь в училище музыкальном я вспоминаю, что исполняла его гаммольную сонату, не вторую. И все, пожалуй. Но музыку, которую я благотворила, это было очень близко моей натуре, моему натуре. И я сказала, что, конечно, я попытаюсь. А оставалось до конкурса два с половиной месяца, до прослушивания всесоюзного уже. Мне нужно было в течение двух с половиной месяцев выучить большую программу, состоящую из крупных произведений Роберта Шумана, из камерных его произведений. И все это, так сказать, как-то постараться не только наизусть, но и все, так сказать, критерии высокого исполнительского искусства должны были уже присутствовать в моем прочтении этой музыки. Поэтому, конечно, это был очень, так сказать, такой маленький срок для того, чтобы войти в музу Шумана. Я это сейчас понимаю, хотя данные мои были таковы, что я все-таки за два с половиной месяца большой своей, так сказать, такой творческой работы смогла подготовить программу, смогла участвовать в всесоюзном конкурсе, и даже вышла, так сказать, во всесоюзном конкурсе по признанию многих музыкантов на первое место, играла с оркестром, и в результате в ноябре 1963 года я в составе трех еще человек была делегирована от Московской консерватории на конкурс и приняла участие в нем. Но надо сказать, что конкурс в моей жизни сыграл и положительный, и отрицательный. Дело в том, что я параллельно в консерватории, уже параллельно со второго курса, я занималась композицией, брала, естественно, моя душа требовала, так сказать, какого-то и другого воплощения моих идей и мечтаний, не только в исполнительстве, но и в композиции. Я хотела продолжать. И я поступила в класс Юрия Александровича Шапорина, профессора Московской консерватории, чрезвычайно интересного человека, очень образованного, интеллигентного поистине, настоящего такого русского потомственного интеллигента. И я начала с ним заниматься. Юрий Александрович очень хорошо ко мне относился, и всегда считал, что я весьма одарена именно в плане композиции, и что мне надо заниматься в основном композицией. Ну, однако, значит, я всегда тянула и к исполнительству, и, естественно, времени было мало. И все-таки Юрий Александрович, помню, в тот памятный год, 63-й, он, придя в класс, мне как-то сказал, говорит, Таня, знаешь, я... Вот мы сейчас с тобой работаем над твоими камерными произведениями для профоработы, а что, если тебе поучаствовать в конкурсе всесоюзном, который объявлено Естеством культуры и Союзом композиторов, на создание произведений для оркестровых инструментов? Я, конечно, приняла это как шутку, сказал, Юрий Александрович, ну, я же занимаюсь его у вас второй год, и, в общем, только-только начинаю мне писать, как я могу претендовать на участие в таком конкурсе, где будут наверняка уже, если принимать участие, профессиональный композитор. Я, конечно, подумала, что, когда Юрий Александрович мне предложил это, что все-таки он, может быть, был прав тогда, чтобы я поверила в свои силы, я должна была поучаствовать в конкурсе. Тем более, конкурс был закрыт, так называемый, под девизом. К сожалению, теперь эти конкурсы почти, так сказать, не проходят именно под девизом. Это очень жаль, потому что это действительно может быть подлинное, такое естественное течение событий, и здесь, возможно, реальные достижения. И вот тогда я все-таки, у меня Юрий Александрович еще говорил, я тогда подала два своих произведения на конкурс под девизом. И было удивление, и я даже не могла поверить тому, когда я пришла спустя месяц в класс, и Юрий Александрович мне сказал о том, что я стала, как это, дважды победителем этого конкурса, что я студентом Московской консерватории третьего курса, принимавшим участие в таком конкурсе, могла получить первую и вторую премию за свои два сочинения, вот, например, о суете для фагот и фортепиано, и суете для арт и соло один день, который не жил у вас. Я даже не поверила этим результатами, я подумал, что Юрий Александрович, но в то время это сыграло очень, так сказать, большую положительную роль. Приехал я из Германии, приехал с этого конкурса международного имени Роберта Шумана в ужасном состоянии. Дело в том, что, когда мы уезжали, на конкурсы, я, как наивный человек, верила, что конкурс всегда справедлив, всегда достойный и побеждает, но вот на моем примере я убедила, что, к сожалению, это совсем не так. Надо сказать, что еще до конкурса председатель, будущий председатель жюри от нашей стороны был Дмитрий Башкиров, пианист, профессор консерватории, он встретит меня как-то в коридорах консерватории, примерно за месяц до уже поездки нашей Германии, сказал, «Таня, я тебе не рекомендую играть сонату Шумана Гэмоню, дело в том, что Нелли Акапян играет, и она будет играть на конкурсе, зачем вам соревноваться, зачем-то ты, я знаю, что ты очень быстро учишь, что выучи ты еще какое-то другое произведение». Я ахнула, ничего не смогла ему сказать, и пришла в класс и говорю, «Я, Позрач, как же возможно за месяц до конкурса менять программу?» Ну, на что мой мудрый учитель сказал, что «Ну что ж, Таня, ведь Дмитрий Александрович едет не только под членом жюри, но и председателем, и я тебе не советую с ним спорить, но что тебе стоит выучить любое сочинение? Ты же очень хорошо запоминаешь, у тебя память прекрасно работает, возьми «Тивенский карнавал», Шумана, выучи измени тем самым это произведение, и зачем вам спорить и ссориться из-за этого пустяка? Ну, мне ничего не оставалось делать, как только выучить «Венский карнавал», хотя мне в то время он совсем не нравился, единственный произведение Шумана, который я не любила, и который я до сих пор, пожалуй, наверное, мне кажется, наиболее слабо моего произведения. И, ну, тем не менее, мне все-таки пришлось на тонко все играть именно этот «Венский карнавал». Вместо «Сенатой Шумана Гемоль», которое действительно я очень любила, и которое у меня было в пальцах, и было единственное сочинение, которое было выграно, еще с, как говорится, трехлетним стажем сочинения, потому что я заканчивала им программу училища. выпускной она была как раз в программе. Ну, ничего не оставалось, как только согласиться. И я помню мое ощущение, когда я приехала в Германию, меня немножко это удивило, расстроило, но я пыталась не обращать внимания. Все мы жили в интернате. Интернат, правда, очень с хорошими условиями, так сказать, прекрасно нас питали, представили все удобства, так сказать, и мы занимались, ходили в Цвикау, в этом маленьком очаровательном городке, мы ходили, занимались в консерватории. И там уже, собственно, был в большом зале консерватории, состоялся и конкурс. И надо сказать, что сама обстановка в городе, она действительно очень приятная была. Это южный город, на границе с Чехословакией, чистенький, необыкновенно чистенький город. Вообще, у меня воспоминания очень сохранили какие-то такие страницы, действительно прекрасные. Вот эта чистота, порядок в Германии, необыкновенная какая-то порядочность во всем. И мне это было близко. И я заодно изучала немножко немецкий язык, потому что здесь уже можно было спокойно, идя в консерваторию по дороге, расспрашивать окружающих, как пройти. Я лишний раз усваивала новые слова. И когда к концу пребывания двухнедельного моего в Германии, я уже достаточно прилично могла говорить по-немецки. И в первом туре, я думаю, что я играла достаточно удачно. Программу исполнила, перешла с легкостью на второй тур. И все, так сказать, в том числе и Дмитрий Башкиров знал, что самое сильное у меня, пожалуй, из всей программы, потому что я показывала на все равно конкурсе, это концерт для, шумно для, для спиан с оркестром. Потому что я это любила очень сочинение, мне близко оно было к натуре, и все знали, что это у меня сильная область своя. Но на втором туре я играла такое сочинение любимейшее мое, как сочинение шестое Роберта Шумана, Давидс Бюндлера, цикл, который я тоже очень тщательно работала над которым, и достаточно удачно там исполнила. А также из других произведений других авторов я играла партиту Свиридова и была одной из первых его исполнителей. Это партиты. Партито фа минор. Причем партито очень сложное, огромное полотно. И от советской музыки я именно решила взять из всей советской музыки. Именно это, потому что это как-то мне нравилось ту пору, и это мне казалось интересным произведение. Георгий Васильевич я играла и автор одобрил моё исполнение. Так что я как-то с уверенностью поехала именно исполнять от советской музыки это произведение. Ну, уже третий тур, вот я сыграла второй тур, так сказать, в первый день. И мне сказали, ну, уже значит в третье через полтора дня я пошла готовиться. И вдруг поздно вечером я сидела заниматься в классе консерватории. У меня приходит ко мне почти делегация членов жюри. Во всяком случае, я помню, что там была Волгарка Венчева, Башкиров, затем тоже два представителя немецкой школы. И мне объявили, что я не прошла на третий тур, мне не хватило одной сотой баллов, и что я, к сожалению, не буду участвовать в третьем туре и не буду играть в отыклянный концерт шума. Конечно, это меня совершенно сразило, и я такого не ожидала, потому что я не считала, что я неудачно играла. Но вместе с тем, Башкиров мне заверил, что я все посоветовались и считаю, что за мои весьма выдающиеся успехи именно музе Шумана меня присваивали после окончания мне будет врачен подсчетный диплом дипломанта международного конкурса, звание дипломанта международного конкурса. Ну, во всяком случае, после конкурса, я помню это, мы приехали в Берлин, в Берлине состоялся большой концерт лауреатов дипломантов конкурса, в этом концерте я исполняла 18 характерных пьес, шумные, иначе не называется, Давид Спюндлера, этот цикл с большим успехом, и приехала в Москву, к сожалению, ученица Башкира Нелли Акапер получила первую премию, я говорю это к сожалению, потому что в общем-то я видела весь процесс что происходило в Германии, я видела, что с первого же дня, если мы все жили в интернате, то Нелли Акапер имела совершенно любые условия, она жила в прекрасной гостинице, разъезжала со своим учителем Дмитрием Башкировым в машине, хотя мы ходили все пешком, и у нее были совершенно особые условия, особые условия по сравнению с нашими, конечно, это не могло не отразиться в результатах, она была представлена каждому члену жюри, она была с ними лично знакома, и это совершенно для меня было вопиюще, я считала, что там не может быть, что личные отношения могли каким-то образом сказаться на результатах конкурса, но, однако, значит, я увидела совершенно другую картину. Спустя уже много-много лет мне говорил один работник Министерства культуры, который в свое время занимался международными конкурсами, что по окончанию конкурса спустя некоторое время пришла в Министерство культуры такая бумага от консерватории в городе Цюкао, где было сказано, что несправедливость состоялась в присуждении премии, что Анелия незаслуженно получила первую премию в то время как мне был незаслуженно также вручен диплом международного конкурса, ибо по всем своим результатам я должна была получить это первую премию. Но дело было давнее, во всяком случае, конечно, для меня это было хорошей наукой жизненной, школой большой, хотя я должна сказать, что если бы этого не было, очевидно не состоялась бы моя вторая, а теперь я считаю первая профессия, я бы не стала композитором, потому что это было каким-то толчком таким к пробуждению творческих сил, иных сил необходимых для того, чтобы стать композитором, это с одной стороны, и творческой вот такой каким сконцентрации воли, без которой тоже невозможно невозможно освоение профессии композитора. Но, тем не менее, это было. И тогда, когда я приехала, у меня было ужасное состояние, вот в этом состоянии Юрий Александрович Шапой, значит, мне благую весть принес, когда он мне рассказал, что я все-таки получила две первые премии, и в то время, спустя месяц, появилась замечательная статья в советской культуре, пришли меня, сфотографировали, как-то это все мне подняло немножко дух, и была написана даже статья «Дважды победительница», то есть там было рассказано о том, что я получила лауреатство композиторского конкурса, и дипломантом стала международного Юния Шумана. Но, конечно, вот такая, знаете, печаль, и какая-то очень внутри осталось большое глубокое неудовлетворение результатами исполнительского, понимаете, исполнительской карьеры, исполнительского конкурса Шумановского, и на всю жизнь, пожалуй, потому что все-таки в душе моей всегда жило желание жить такой исполнительской жизнью музыканта-исполнителя, который до сих пор во мне живо, до сих пор меня это влечет, и до сих пор я, может быть, даже в какой-то степени сожалею, что так моя жизнь сложилась, что концертная деятельность отошла на второй план. Но, тем не менее, я говорю, не бывает ничего без пользы. Вот, все-таки в консерватории обозначился уже после этого, я очень хорошо закончила фортепианную факультет, диплом с отличием получила, и считала необходимым продолжение образования именно композиторского. И тогда педагоги консерватории, многие, которые меня знали, и в том числе Сергей Артемьевич Полосанян, хлопотал ходил в Министерство культуры, доказывая, что я не необходимо заканчивать второй факультет, то есть инотеоретико-композиторский, композиторское отделение, что я одарена, и я должна стать профессиональным композитором, что я, собственно говоря, и достигла, потому что спустя три года я успешно закончила Мостовскую консерваторию именно по специальности сочинения, уже в классе, к сожалению, Юрий Александрович уже мог со мной заниматься, а заканчивала я в классе профессора Евгения Кирилловича Голубева, но это уже другая страница моей жизни. Редактор субтитров Палер Голубева, Палер Голубева, Голубева, Продолжение следует... Продолжение следует... Очень большая программа была, и я там приняла участие как пианистка, аккомпанируя снату баллада для трубы и фортепиано. И была замечательная атмосфера. Это малый зал Львовской консерватории, где действительно я почувствовала, что моя музыка дошла до сердец слушателей. И какое-то очень... такое участие, я бы сказала, творческое, поэтие не творческое приняли педагоги вот в этом концерте. И замечательного музыканта, исполнителя на редком концертном инструменте туба Александра Марковича, который стал победителем всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, было в Ростове-на-Дону впервые исполнен концерт симфонии для туба с оркестром. В 90-м году в одном из концертных залов Третьяковской галереи состоялся концерт камерной музыки, в котором мы с моими музыкантами-друзьями Игорем Запковым или Давидом Григорианом исполнили серенаду «Весне» для габоя, виланчели и фортепиано. Центр для флейты, струнных и клавесина впервые был исполнен в Риге под управлением дирижера Василия Синайского. В фестивале «Московская осень» участвовал оркестр Министерства обороны, духовой оркестр. Он исполнил мою концерт симфонию для духовых ударных и арфы «Музыку моря». Пропагандист советской вокальной музыки Анна Соболева и Сокол Мацук исполнили в одном из концертов камерной музыки мой вокальный цикл «Семь стихотворений Гарсия Лорки» для скрипки, ударных и фортепиано. В 1984 году в Чехословакии, в городе Брыно, состоялся мой авторский концерт в музыкальной академии имени Яначика. И там прозвучало много камерных сочинений для различных составов духовых инструментов. Сезонов 70-х годов, когда мы с Зорей Шахмурзаевой объездили почти весь Советский Союз концертами камерной музыки. И вот в таких концертах мы исполняли обычно сонатные, так называемые сонатные вечера, мы исполняли музыку Баха, Моцарта, Гайдена, Сарасата, Таттини. И Зоря играла и мои сочинения. В Доме ученых состоялась серия концертов «Музыкальная Москва», в которых я принимала участие. В СССР была традиция исполнять советскую современную музыку. Там прозвучала моя партия для брас-квинтета. Вечера, посвященные поэтическому творчеству замечательного поэта Дмитрия Кедрина, в которых я принимала участие. Его коллеги Нурейхова Мамеда уже нет в живых. Это был замечательный композитор. У нас состоялся совместный творческий вечер. ...компостерской организации узбекской в Ташкенте. И там, в зале консерватории, мы исполняли серенаду весны, леговое виланчили и деплян. В фестивале «Московская осень», который состоялся в Малом зале Московской консерватории, была премьера серенады весны. С двенадцатого фестиваля «Московская осень» прозвучала моя партия для виланчили и фортепиано. Исполнил Михаил Курицкий и автор. Концерт состоялся в Рахмейновском зале. Вот здесь впервые, пожалуй, все то, что было объявлено в программе, то состоялось. И замечательные артисты участвовали. Два очень интересные коллектива, такие как концертины, ансамбль камерной музыки и ансамбль вокальной духовной музыки «Кант». А также мои друзья, которые довольно часто играют мою музыку, это Зоря Шахмурзаева, Виктор Пороскева, Людмила Белобрагина. Я была счастлива, потому что это был действительно очень теплый и прекрасный вечер. Клавесина впервые был исполнен в городе Риге. И далее в Москве. В консерватории силами студентов и профессоров состоялось мое авторское отделение в 1977 году. В фестивале «Московская осень» третьего фестиваля в Большом зале консерватории стоялся заключительный концерт, где был исполнен мой концерт для флейта струнных и клавесина. Василий Синайский и флейта Александра Поплавского. Те Дмитрия Шостаковича было исполнено впервые в Ленинграде силами симфонического оркестра оперной студии Ленинградской консерватории дирижер Юрий Сергеевков. В хоровой музыке было исполнено впервые «Северные песни» для хора Акапула на народный текст. Хор Свешникова под руководством эстонского дирижера Эри Класса в 1974 году в Большом зале консерватории исполнил мою ораторию посвящения Ленинграду для солистов хора «Мальчиков» с Мишиного хора и симфонического оркестра. Клуб «Вечное движение», который я создала после Московского клуба уже в городе Перми, при Пермской филармонии и в течение года являлась художественным руководителем, который и по ныне существует. В Московской осень в концертном зале имени Чайковска состоялась премьера моей кантаты «Солнце на встречу» для двух хоров, солистов и симфонического оркестра. Моя жизнь за 1983 год была напечатана статья Ирины Лихачевой в серии «Творческие портреты». Арфы. В 1970 году в Голландии, в городе Бреккеллен, Мильда Газарян исполняла мою сонату для арфы. В 1980 году на фестивале русской и советской музыки в Японии ансамбль барокко, специально написанный по заказу его как раз этого ансамбля «Японские акварели» исполнил этот квинтет в Японии. В зале артисты ансамбля барокко, которые исполняли японские акварели в Японии. Зал, конечно, прекрасно радифицированный. Огромный зал на 6000 мест. Столько было желающих на этом фестивале русской и советской музыки. И когда были сыграны японские акварели, какое-то время была тишина. Наверное, минуту-две музыканты сказали, что им показалось это вечностью. Они не понимали, в чем дело. Они взглянули в зал, закончив музыцирование, и увидели, что японцы сидят вот с таким жестом. Вот таким жестом, углубленно сидят и молчат. И потом взрыв аплодисментов, и, конечно, приветствовали их замечательно. И в перерыве музыканты спросили импресарио, а что же это значит, что было за жест? Ну и импресарио, которому очень понравилось выступление ансамбля, сказал, что это наивысшее у японцев наслаждение, когда они попадают в состояние нирваны. То есть они совершенно отрешенно, настолько им близка эта музыка, что они отрешенно, так сказать, ее воспринимают уже. И в то время как раз импресарио попросил ноты японских акварелей, но к тому годы эти японские не были изданы, и музыканты не отважились оставить партитуру. Ну, потом, спустя некоторое время, уже было издано это сочинение, ну и вошло в репертуар нескольких ансамблей, в том числе вот недавно ансамбль «Концертина» под управлением Андрея Корсакова сыграл это неоднократно в разных фестивалях, в концертах, и мы сделали фондовую запись на радио. Интересный эпизод. Уже будучи студенткой третьего курса, я вот, как говорила, участвовала в международных конкурсах имени Шумана Роберта Шумана в Цвикау и в официальном конкурсе композиторов в Москве. И тогда же, спустя несколько месяцев, я помню, я сидела на, по-моему, уроке по музыкальной литературе, и в класс вошел корреспондент, попросил Татьяну Смирнову на выход. В общем, все сполошились, в чем дело. Но когда я вышла к нему, то он очень спокойно мне объяснил, что нет, вы не волнуйтесь, все в порядке, просто требуется маленькое ваше интервью и вас заснять для газеты советской культуры. Ну вот, меня снимали тогда в классе для этой газеты, и спустя некоторое время вышла рецензия в рубрике «Познакомьтесь». Вот для меня это было, конечно, очень приятной неожиданностью такой и очень памятные события. А вот еще одно интересное. Уже 1984 год, это я ездила в Чехословакию, в Бурно, по приглашению на концерт, авторский концерт, который состоялся в Янатчиковой академии. И там силами студентов и профессоров было исполнение нескольких моих сочинений, после чего появилась вот такая в «Опус-музикум», это журнал, который повествует о событиях музыкальной жизни в Чехословакии. Вот, значит, уже в 1985 году мне был прислан какой-то презент очень интересный для меня. Вот такая статья, где часть интервью, так сказать, со мной, часть, вот, в смысле, мои фотографии, сделанные в Чехословакии. Вот такая вышла статья в этом журнале. Это мне было очень тоже приятно. Вспоминается моя поездка в Швецию, которая состоялась в марте 1987 года, в город Стокгольм. Дело в том, что пришло приглашение на Союз композиторов на концерт советской музыки, который должен был состояться в преддверии фестиваля «Шведская музыкальная весна». И вот такое приглашение было очень приятно, потому что в программах вот этого концерта должно было состояться исполнение моей серенады «Весне» «Мегобоя», «Виланчели» и «Фортепиано». Ну, была шведом напечатана программка на шведском и русском языке с маленькой аннотацией. Прекрасно встречены мы были. Состоялся концерт, как сейчас помню, 27 марта, а уже с 28-го начинался фестиваль «Шведская музыкальная весна». В концерте была музыка Софья Губайдульной, Эдисона Денисова, Лена Лоренова и моя. Надо сказать, что вообще высокий уровень культуры и исполнительства в Швеции очевиден. И я получила с большой удовольствием в целом даже от фестиваля «Шведская музыкальная весна». Концерт был в небольшом зале, но прекрасно радиофицирован. Надо сказать, что по окончанию нашего пребывания нам были подарены записи этого сочинения каждого, так сказать, из нас. И программки. Все это было очень красиво скомпоновано. Целую папочку материалов и отзывы, рецензии, которые были на следующий день после происшествия концерта. Вообще, конечно, Стокгольм замечательный город, чистейший город, очень красивый. Архитектурам отношений, конечно, незабываемое совершенно может быть, вот этот королевский дворец. Мы посещали очень многие музеи Стокгольма и, в частности, побывали, что это бывает редко, в ратуши, в стокгольмской ратуши, в самом таком большом торжественном зале этой ратуши. Это действительно незабываемое впечатление. Там, кстати, зал весь как бы сделан из золотой мозаики. И в центре легенда о возникновении города Стокгольма. Тоже мозаичное такое полотно. Надо сказать, что стокгольмцы вообще прекрасно относятся к современной музыке, знают ее. Музыканты получили, по-моему, огромное удовольствие, во всяком случае, после исполнения моего трио. Я разговаривала с музыкантами, они сказали, что они привыкли играть современную музыку, но, пожалуй, вот такой музыки, как они играли, как «Серенады весны», они давно не играли. Они имели в виду, что хоть это и современная музыка, но музыка, которая не только рационная, но и эмоциональная. И для них там был прекрасный габоист, у него замечательный звук габои, мягкий, очень такой пластичный, прекрасное дыхание. И он действительно замечательно сыграл это. Но поскольку очень хорошо приняли, я там импровизационно так вышла на сцену, сказала несколько слов приветственных, и решила сделать свой презент. Я сыграла там сузарьские картины, которые, в общем-то, фортепианы и песни большие, которые имели там очень большой успех. И на следующее утро, уже в рецензиях, это было все обозначено, рассказано, и нашу музыку очень приветствовали. Тепло и какое-то замечательное впечатление от этого осталось. Вспоминайте еще один эпизод, интересный эпизод, связанный с моим пребыванием в Швеции. Когда я уезжала в Швецию, я встретилась с нашим хормистером Людмирой Владимировной Ермаковой. И сказала, что у меня очень радостное событие, я еду на исполнение своего произведения в Швецию. И она, услыхав это, сказала, «А вы будете в Стокгольме?» Да, я говорю, «Я именно туда и еду». И она говорит, «Я вас очень прошу, вы позвоните, пожалуйста, Николаю Михайловичу Герди, и передайте от меня большой привет». Я, конечно, согласилась, и по приезде в Стокгольм, где-то на второй или третий день, я набрала заветный телефон, и услышала голос Николая Михайловича. Кстати, мне поразило, что очень приятный тембр и голос он говорил без всякого акцента. На чисто русском языке, когда я заговорила, естественно, по-русски, он ответил мне на русском языке. Сказала, что мне очень приятно, что Людмила Владимировна меня помнит, у нас были замечательные совместные концерты в Москве. И я сказала Николаю Михайловичу, что мне бы очень хотелось с ним увидеться, передать от Людмилы Владимировны пластиночку, записью, и есть ли у него возможность такая как-нибудь увидеться за эти дни со мной, а была я в Стокгольме 9 дней. И пригласила его на концерт моей музыки. Ну, кстати говоря, ну, так получилось, что не очень хорошее совпадение, Николай Михайлович в этот же вечер имел спектакль в Стокгольмской опере и не смог быть на моем произведении. И тогда он сказал, говорит, вы знаете, я, может быть, заеду к вам просто в отель, и мы побеседуем. Но, опять же, вторая случайность не дала нам возможность встретиться, потому что меня вызвали как раз на репетицию, и я не успела даже Николаю Михайловичу предупредить. Когда я приехала с репетиции, я увидела записку, написанную, как я могу сказать, общепринятым языком, в которой он говорил, что я заехал к вам, но, увы, не застал. Я думаю, что было бы очень хорошо, все-таки мне хотелось бы с вами свидеться, тем более он узнал, что я пропозитор, пианистка и музыкант, с которым всегда можно найти общий язык. И он говорит, я с большим удовольствием вам предлагаю мне позвонить, и все-таки мы с вами увидимся. На следующий день я позвонила Николаю Михайловичу. У нас был очень такой задушевный, милый разговор. Даже вот я вспоминаю, что в этом разговоре так как-то коснулось различных моментов жизненных. И он сказал, вы знаете, я так хочу, чтобы у меня был маленький домишек где-то под Стокгольмом. Вот я мечтаю об этом. И действительно повела от его вот этих высказаний таким каким-то теплом, уютом, вот чисто русской такой интеллигентностью и, я бы сказала, задушевностью. И мы договорились, что на следующий день Николай Михайлович будет ждать у меня около Стокгольмской оперы. Признаться честно, я шла на такое наше рандеву очень с большим волнением, потому что понимала, что артист, он музыкант большой, крупный мастер. И всегда с таким человеком, конечно, внутри идешь и чувствуешь волнение при встрече. Подошла я к зданию Стокгольмской оперы, это было четыре часа дня, и стала ожидать. И вот показался Николай Михайлович, я его сразу узнала. Узнала не по фотографиям, а по какой-то удивительной манере и те. И я бы сказала, вот в облике русскость была его. Вот поразительно то, что это, знаете, облик художника настоящего. Причем я бы сказала так, что весь его облик, с одной стороны, это был достаточно элегантный мужчина, но в то же время очень такой чувствовался где-то застенченный. Вот какой-то вот удивительный, вот весь облик его настолько гармоничен с его искусством, искусством музыканта, что я сразу его выделила из весьма респектабельной публики, которая вокруг прохаживалась. Николай Михайлович подошел ко мне, он тоже почему-то почувствовал, так сказать, что это та дама, которая с ним говорила на телефон. И у нас было полчаса времени, поскольку я должна была посетить следующий концерт музыкальной шведской весны. И как сейчас помню, он мне предложил, говорит, знаете, вот здесь есть очень скромный такой кафе на втором этаже в большом магазине. Пускай вас это не смущает, поскольку действительно у нас времени очень мало, так что идти куда-то более в такое прекрасное, уютное кафе, слишком мало времени. И я, конечно, согласилась, и мы поднялись в универмаге на второй этаж, и там такое маленькое уютное кафе. Николай Михайлович, разрешите, я только сейчас секундочку исчезну. Я села за столик, в это время Николай Михайлович, как галантный мужчина, что-то там заказал, и сам принес две чашечки кофе и пирожные. Вот мы сидели за столом и разговаривали. Вы знаете, вот удивительно, у меня было какое-то ощущение очень странное от разговора его. С одной стороны, не было никакой напыщенности, важности, исключительности этого человека. Вот на первый взгляд. Даже мне показалось несколько таким удивительно скромным и слишком простым уже для общения и все. И вместе с тем была такая доля необходимой задушевности, непосредственности, которая действительно настраивала собеседника на очень такой откровенный надпи. И мы с ним долго вспоминали о том, как Николай Михайлович был в Москве, как он пел с хором радио, он вспоминает как самую приятную страницу и творчество биографии. А я вспомнила о том, что действительно это замечательно вершина выступления хора радио, потому как было полное взаимопринятновение в атмосферу русской музыки со стороны Николая Михайловича, конечно. И затем он ее проводил в концерт и оставил ее. Но вот вы знаете, удивительное ощущение осталось от этой встречи. он мне в заключении подарил эту пластинку и он мне сказал, говорит, Татьяна, я вам дарю пластинку самую последнюю, которую я недавно записала, вот вы, наверное, одна из первых, кто ее получает. Это здесь написал мне милой Татьяне Георгиевне на память Николая Гетто. Такую же пластиночку он передал и Емиле Ермаковой. И вы знаете, я вспоминая, часто эту встречу, мне есть желание слушать эту пластинку, потому что здесь записана замечательная музыка. Это почти 12 серенат. Это тот жанр, который так замечательно исполняет музыку разных пропозиторов. Так чувствует музыку. Вот эта встреча была очень памятная и мне до сих пор и когда я приехала я рассказала конечно Людмилу Владимировне о нашей встрече и Николай Михайлович должен вскоре был приехать уже в Москву на свои следующие достровы в Москве и в Москве и в Москве еще один интересный эпизод вспоминается 30 марта 87 года единственный раз в своей жизни я встречала день своего рождения в Стокгольме в зале музыкальной академии на приеме так случилось такое интересное совпадение и как сейчас помню это старое замечательное здание музыкальной академии с прекрасными залами старинными картинами старинной прекрасной мебелью действительно вот посещение этой музыкальной академии мне кажется интересно для каждого кто любит живопись кто любит архитектуру графику и вот я помню в одном из таких залов был прием и кто-то узнал из моих знакомых что у меня день рождения и вот было очень приятно когда ко мне как гостью фестиваля приветствовали подходили музыканты из разных стран ну и выражали так сказать свое какое-то такое приветствие поздравление с днем моего рождения ну и я так даже несколько была смущена когда мне подарили прекрасный букет роз это было действительно очень красиво вот такой у меня был день рождения оригинальный в 87 году всегда хотелось побывать в такой стране как Финляндия и так случилось что в 1986 мне предложили возглавить группу советских музыкантов Финляндию это была такая полутуристическая полуделовая поездка группа музыкантов с разных городов нашей страны с республик 20 человек состояло из интересных очень музыкантов и естественно когда мне было такое поступило предложение я подумала о том что надо немножечко поинтересоваться вплотную и раньше я интересовалась конечно вплотную исторической страницами истории Финляндии поинтересоваться этой страной вплотную зная его фольклор это я давно интересовалась фольклором но как-то себя подготовить к той атмосфере которая меня будет сопровождать в этой стране я много прочла книг интересных о архитектуре о живописи так что когда я уже ехала в эту страну я себе представляла что бы мне хотелось там увидеть и что бы мне хотелось там услышать более того даже выписала некоторые для себя исторические памятники которые совершенно необходимо посетить побывать и попросить нашего гида так случилось когда мы туда приехали нам не очень повезло с гидом поскольку это была женщина средних лет обремененная семьей которая в основном так иногда подрабатывала в случае когда ее приглашали гидом и она к сожалению не знала даже основных страниц истории своего государства и так получалось что когда мы путешествовали автобусами то в поездке когда она начинала говорить странные некоторые вещи так сказать наш автобус буквально домандалался и просто всегда просил ее больше не комментировать поскольку она ничего интересного для нас не могла сказать ну и я иногда ее подменяла то есть я просто готовилась хорошо к этой поездке иногда рассказывала какие-то интересные моменты с историей Финляндии даже выучил несколько финских песен таких народных песен и мне хотелось просто создать атмосферу действительно близкую к познанию этой страны но действительно что меня поразило Финляндия у нас довольно была дружная группа люди все так сказать такие жаждущие познать интересующиеся которые тоже так сказать знали много поэтому мы дополняли друг друга и какая-то очень хорошая атмосфера сразу же создалась группа поэтому просто гиду мы говорили куда бы мы хотели поехать что бы мы хотели посмотреть а если она не проявляла особенной инициативы мы настаивали настаивая группой что мы хотели посмотреть определенные музеи жили мы под в таком небольшом городке спутники под Хельсинки это чистый городок на что я обратила внимание финны очень любят и очень так трогательно относятся к своим инвалидам и дороги в Финляндии удивительные дороги когда видимо строятся дороги уже изначально так проектируются они чтобы обязательно могли проехать с удобством инвалидные коляски и вот везде так сказать вот эти съезды сделаны прекрасно везде продуманность финны очень любит велосипедный спорт почти все кроме машин там может много может увидеть велосипедных стоянук потому что приезжали на работу они оставляют забирает велосипед на ключ и он стоит до конца их рабочего дня и обраду уже они считают что это самый такой замечательный вид транспорта никаких газов испарения нет не происходит и все воздухом дышит человек вообще любят спорт это уже уже известно в отношении финнов такая их заповедь внутренняя и вы знаете что меня поразило конечно финская архитектура вот это больше всего пожалуй из всех виденных впечатлений в этой стране чистота рациональность и финская продуманная современная архитектура причем использование пространства у них потрясающе вот видишь скала вот в этой столе использована скала так что она является как бы частью либо фундамента дома либо она огибает дом эта скала то есть невероятно вот какая-то я бы сказала знание своего ландшафта умение использовать наилучшим его наилучшим образом проезжая автобусами по Финляндии у меня остались какие-то очень яркие впечатления еще о том как выглядят сельские районы так называемые поселки финские деревенского типа это очень аккуратные всегда дома выкрашенные обычно они любят вот такие сочетания тонов темно-вишневый обязательно зеленая крыша зеленый ландшафт вот такой темно-вишневый дом с белыми ставнями вот такие вот такая графичность вместе с тем очень живописность цвета большая ну конечно аккуратность удивительная то есть все собрано все ничего не разбросано нигде везде это кстати в городах очень чистые улицы очень чистые дома все выводные окна то есть там уделяется действительно очень большое внимание чистоте среды и вот меня конечно потрясла современная построена собора финского вот в частности в стокгольм в частности в хельсинки есть такой такая церковь собор построены прямо в скале вот это удивительно это просто прекрасное сооружение современное или библиотека в городе Турку где она построена знаете в виде полукруга какого-то но целесообразности невероятны то есть ты входишь в эту библиотеку у меня есть все у меня есть комнаты для прослушивания аппаратура соответствующая так сказать каталоги прекрасно оформленные то есть конечно человек который приходит заниматься работать в библиотеку он обеспечен всем вот это сочетание целесообразности архитектуры и ее так сказать вместе с тем эстетической стороной это поразительно вот там есть замечательный архитектор максимирно известный Альвар Альто вот он создатель многих просто шедевров современной финской архитектуры мы побывали в четырех городах мы кроме Хельсинки были в Турку были конечно в Тамбе и еще небольшой городок который собственно находится на границе вот и близко уже нам и где мы кстати очень интересно были приглашены в музыкальный колледж и там учащиеся музыкального колледжа перед нами дарили небольшой концерт из произведений финских авторов из произведений современных финских авторов и классик финских это было действительно прекрасное впечатление чувствовалась организационность такая высокая процесса педагогического и действительно подлинно заинтересованность учащихся и высокие достаточно высокие результаты творческие еще не запомнился очень памятник который стоит в парке в Хельсинки и он посвящен Яну Сибирису вот у меня есть фотография мы тут несколько попытались заснять и действительно вот эта часть нашей группы стоит это такой памятник я бы сказала очень интересного решения вот здесь вы видите изголовье собственно Яна Сибириуса отдельно как бы отделенное и вот это продолжение памятника в виде органа очень интересное решение вообще в этом парке удивительное оформление аллей какой-то такой вот особая совершенно особая среда очень сильное впечатление от этого осталось но там это конечно всемирно известный город спортсменов вот там такие вот у нас даже мы засняли трамплины где на которых работают спортсмены так сказать обучаются в тампоры кстати вот эти есть еще такие круглые горки которые мы конечно хотели проехать по которым и получить удовольствие но это было не слишком удачно поскольку моя единственная прекрасная юбка она была порвана потому что конечно огромная скорость с которой ты мчишься вниз не позволяете даже сориентироваться и здесь довольно страшно внутри но вместе с тем захватывает дух от такой скоростной езды очень интересное конечно сильное впечатление ну естественно мы побывали и под Хельсинки в небольших таких поселках и в одном из таких живописных районов вот мы были где так называемый месселя вот под Хельсинки где мы попробовали все прелести финской бани причем побывав в сауне финской мы окунулись тут же в холодные довольно холодные воды у озера вместе с себя кажется это было очень тоже памятно вот одно из тоже ярких впечатлений посещение маленького городка в холодные